Я рада вас приветствовать на канале Натали Мастерс. Мой канал это мастер-классы по вязанию спицами и крючком. Мои авторские изделия, мастер-классы по ним, множество красивых редких изысканных узоров и крючком и спицами. Подписывайтесь обязательно на мой второй канал с обзорами модных трендов и пряжи. Ссылка в описании под видео. Называется этот канал Netless Reviews. И также обязательно подписывайтесь на мой магазин ВКонтакте, замечательный магазин пряжи. Кстати, обзоры и вяжу я из той пряжи, которой занимаюсь, продаю сама. Могу вам посоветовать. Та пряжа, которая мне нравится. Я нахожусь в Москве, рассылаю по всему миру. И выбор в моем интернет-магазине огромный. Это лучшие итальянские фабрики. Все последние коллекции. Оттенки актуальны. Это перуанские фабрики. Изысканная альбака, конечно, из Перу самая мягкая. И ализе, любая пряжа. Ализе тоже любая линейка. Все в наличии, поэтому не упустите такую возможность. Хлопка тоже большой-большой выбор. И сегодняшний узор я опять буду вязать из хлопка, так как сейчас сезон этого материала, этой чудесной пряжи. Посмотрите, какой изыск у нас сегодня. Это практичный, красивый-красивый двусторонний узор. По сути, это платочная вязка, поэтому он очень универсальный. И подходит для топов, для кардиганов, для... Посмотрите, какое начало и конец красивое. Просто мы набираем обычным набором и закрыто тоже обыкновенным образом. Интересное сочетание двух цветов. Можете использовать и несколько цветов. Три-четыре получится эффект такой, как у Миссони. Кстати, сегодня будет обзор коллекции модных трендов на втором канале тема Миссони. И мы с вами будем смотреть коллекции 2019 года. И также будут узоры, схемки, связанные все в таком же духе. И этот узор, я считаю, можно отнести туда же. Посмотрите, какая изнаночная сторона. Может быть, она даже лучше, чем лицевая. Очень красиво. Мне все это напоминает береговую линию, такой ракушечки в прибое. Мои ассоциации. У кого-то грибочки, у кого-то медузки, как вы мне написали. В общем, интересно. И цвета я подобрала тоже не просто так. Видите, нежно-нежно-желтый и сложный тауп. Они идеально сочетаются. Поэтому это готовые сочетания цветов, которые я вам предлагаю. Очень красивые. То есть, по сути, это классика сочетания фиолетового с желтым. Но так как это цвета очень сложные, то выглядит вот так вот изысканно. И замечательно. Я на этот узор наглядеться не могу. И обязательно будет у меня с ним изделие. Просто очень-очень хочется. Посмотрите, какие оттенки. Полюбуемся. Это Эджита. Десятый цвет. Нежно-нежно-желтый. В 50 граммах 120 метров. При 60 градусах можно стирать. Нескрученная пряжа, которая напоминает шелк. Очень красивая в вязаном полотне. Она никакой жесткости не дает. Очень пластичная. И посмотрите, какие оттенки. Напоминаю, что в моем магазине стоит 50 грамм 100 рублей. Всего-навсего эта пряжа. Она бюджетная, но итальянское качество замечательное. И от партии к партии можно спокойно, например, дозаказывать. Цвет не будет отличаться. Я буду использовать спицы вот такие вот Чиагу с острыми кончиками. Очень удобно для такого рисунка мне будет. Поэтому вот так. И вязать второй образец я хочу из такого сочетания. И, наверное, в изделии я остановлюсь на нем. Это теплый фиолетовый оттенок и красивый голубой. Он чуть бледнее. Четвертый цвет Бетти. Это немножечко другая скрутка. У пряжи тоже мерсеризованный хлопок. И вот такое сочетание я хочу использовать. И, наверное, остановлюсь на нем в изделии. Такие у меня мысли. Итак, мы должны с вами набрать очень легко. Рапорт у нас 14 петель. Мы набираем столько раз, сколько хотим рапортов по 14. Плюс 2 петли симметрии и 2 кромочные. Я наберу 46 петель самым обычным образом. Напоминаю в каждом видео, потому что всегда пишут мне где-то что-то кому-то быстро, кому-то медленно. Поэтому в правом углу есть кнопочка на любом экране, на любом воспроизведении, телефон, планшет, неважно. Три белые точки. Вы ее нажимаете. И есть меню. Вы можете делать быстрее, можете медленнее. Первый ряд мы вяжем первым цветом, более светлым, лицевыми петлями за переднюю стенку. И кромочные я тоже все буду вязать лицевыми. Второй ряд. Со второго ряда по седьмой я должна присоединить цвет более темный. В моем случае, конечно, у вас наоборот может быть. И опять за переднюю стенку я буду вязать эти ряды со второго по седьмой. Буду вязать точно так же, то есть это платочная вязка. Включая кромочные, все эти ряды я буду вязать за переднюю стенку лицевыми. Третий ряд я продолжаю вязать вторым цветом. И все последующие ряды тоже. Можно сразу заправлять кончики, чтобы вам было удобно. Итак, провязали 7 рядов. И восьмой ряд. В нем мы будем создавать наш замечательный узор. Вот. До сих пор мы с вами довязали. И теперь мы должны перейти опять на первый светлый цвет. Так как мы находимся с нужной нам стороны, мы просто присоединяем нить, ничего не обрезаем. Аккуратно, когда делаем первую петлю, подтягиваем клубочек другого цвета. Я провязываю кромочную лицевой. Далее за переднюю стенку продолжаю вязать лицевые. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Девять лицевых я должна провязать, считая кромочную. Дальше мне нужно отсчитать на левой спице 3 изнаночные петельки. И пойти по третьей петле вниз и остановиться на петле первого цвета, голубой. Я в нее ввожу правую спицу и вытягиваю петлю. И мы вяжем ракушку, да? Вытягиваю петлю. Раз. И дублирую ее провязыванием лицевой петли. Два вытягиваю. И вторую петлю провязываю лицевой. Три вытягиваю. Третью провязываю. Четыре. Четвертую провязываю. Пять. Провязываем пятую. Шесть. И провязываю шестую петельку. Вот что у нас с вами получается. И далее я вяжу вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая лицевая, восьмая и девятая. То есть восемь петель, если не считать первую, и девять петель всего, да? Девять лицевых после последней вытянутой петли. Дальше мы снова повторяем раппорт. Я отсчитываю три петли. По третьей иду вниз до голубой. И в первую голубенькую петельку, не перепутайте, я первую петлю вытягиваю. Насколько сильно вы будете вытягивать эти петли? И точно так же мы вяжем шесть штучек. Настолько у вас будет немножечко насбариваться волнистая линия. Если вы будете вытягивать сильно, почти не будет насборенности. Но она может появиться, если вы при ВТО, при отпаривании изделия, сильно растянете платочную вязку. И тогда все равно появится красивая волнистость. Три, четыре, пять. И опять девять петелек я вяжу между нашими ракушками. Три петельки отсчитываем. У нас всего их остается. Провязать шесть. Раз, два, три, четыре, пять. И шесть. Провязываю петлю, провязываю кромочную лицевой. Итак, закончен восьмой ряд. Девятый ряд. Вяжем тоже первым цветом. Кромочная лицевой. Нить перед работой. И мы должны за переднюю стенку две петельки провязать изнаночной вместе. Следующие две петли аккуратно разбирайте их, чтобы они ровно лежали на левой спице. Снова вторая двоечка провязываем вместе изнаночной. И третий раз. Две петли вместе изнаночной. Далее четвертая изнаночная. Это одна петля провязанная. И дальше мы двойки должны перевешивать с левой спицы на левую. И провязывать тоже изнаночной. Сзади правой спицы я подхватываю две петли. Перевешиваю. И провязываю изнаночной. И, наконец, еще раз. Перевесила. Провязала изнаночной. Всего семь изнаночных петель. И таким образом у нас получается красивая корона. Далее нить за работу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лицевых. Почему нам нужно обязательно провязывать. Сначала мы за переднюю стенку вяжем. Потом центральная петля мы провязываем просто изнаночной. И потом мы перевешиваем. На лице вы увидите, для чего мы это делаем. Получается очень красиво. Очень легко запоминается узор. Никаких сложностей нет с этим. И перевешиваем вторую тройку наших двойных петелек, провязанных изнаночной. Перевешиваем и провязываем. И третий раз. Сзади, за задние стенки. Перевесили, провязали изнаночной. И остается семь лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И третья ракушка. Сначала нам нужно провязать две вместе изнаночной, две вместе, две вместе. Потом одну. И начинаем разворачивать петельки и провязывать также изнаночными. Раз, два и три. Тут нам спешить некуда. Много рядов простых. И в этом ряду немножечко мы наводим красоту. Семь. Семь изнаночных готово. Оставшиеся петли довязываем лицевыми, считая кромочную. И десятый ряд. Десятый ряд. Мы снова берем второй цвет. И вяжем несколько рядов. Заново начинаем раппорт. Высоту. Шесть рядов мы должны провязать с вами фиолетовыми петельками. Вторым цветом, более темным. Можно, конечно, вместо одного темного цвета использовать два или три каких-либо, например, по два ряда связать каким-либо цветом. Или два ряда вторым цветом, еще два, третьим, еще два, четвертым. И потом перейти к первому. Так, вяжем платочную вязку. Шесть рядов. Платочное полотно провязали. И теперь нам нужно разместить очень просто наши ракушечки в шахматном порядке. Что мы для этого делаем? Мы опять берем первый цвет, провязываем кромочную. Провязываем одну петлю. И отсчитываем сразу три петли. Спускаемся вниз до голубенькой петельки. И провязываем в нее первую вытянутую петлю. Раз. И провязываем лицевую, маленькую. Вторую провязываем. Третью. Четвертую. Пятую. Шестую. И далее мы с вами вяжем, как обычно, 9 петель до следующей ракушки. Мы уже задали шахматный порядок. И вам очень легко будет смотреть. Центровку вы легко увидите. 7 петель и 3 и 3. И между ними четвертая. Куда вам вязать? Никогда не запутайтесь. Легко и просто. Провязываем второй мотив. Конечно, этот узор можно вязать очень красиво из акрила, из шерсти, из мериноса. Но сейчас у нас сезон такой. И, конечно, из хлопка чудесно смотрится узор этот. Итак, вторая ракушечка. Видите, в первом моменте в раппорте 3 по ширине у нас. И в шахматном порядке теперь 2. Снова вытягиваем 6 петель. И останется 9 лицевых до конца ряда. Уже, в принципе, абсолютно все понятно. Вам останется только насладиться провязыванием этого несложного узора. И, конечно же, придумать сочетание цветов и выбрать, какая же сторона будет лицевой. Или изделие может быть запросто двусторонним. Кстати, конечно же, этот узор можно вязать и в круговую. И я думаю, опытным вязальщицам несложно догадаться, как это сделать. Теперь мы закрепляем, как мы делали и в первом случае. Мы первые 3 петли по 2 вместе изнаночной провязываем. Четвертую мы провязываем одну изнаночной. И дальше снова мы перевешиваем с помощью правой спицы. Перевешиваем на левую, чтобы нам было удобно провязать изнаночной. И у нас в центр смотрели все наши лучики-ракушки. И добиваемся безупречного вида нашего полотна таким образом. Кстати, можно использовать для этого узора и секционно окрашенную пряжу. Интересно наблюдать, как будут распределяться цвета. Но я бы предпочла два или более красиво подобранных оттенка и чередовать. Чтобы по одной стороне протягивать все нити, по два ряда должно быть. Да, я думаю, это понятно. Закрепляем мы вторую ракушку. Я так называю, закрепляем. Опять провязываем по 2 петли из 12 вместе. Собираем ее в красивую кучку. И заканчиваем одной кромочной. Вот что у нас с вами получилось. Просто роскошный узор. Очень нарядный, красивый. Я думаю, обязательно найдется применение такой красоте. Такой он благородный и впечатляющий. Очень мне нравится и нравится сочетание цветов, которые я подобрала. Напишите, как вам, в каких вы цветовых вариациях попробовали связать или какие у вас есть задумки. Обязательно напишите мне, мне будет интересно почитать. Не забудьте поставить лайк, если вам видео оказалось полезным, понравился узор такой милый, было интересно. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Заходите в инстаграм. В инстаграм тоже подписывайтесь. Там я выкладываю всегда нарезочку, маленькие видео про узорчики, фотографии. Так что там очень ярко и интересно. И, конечно же, я прошу вас посетить мой магазин, оценить большой выбор, невысокие цены. И то, какая пряжа замечательная. Я сама в восторге. Вот той пряжи, которая у меня в магазине. Скоро будет много нового. Буду делать обзоры, показывать вам. И, конечно, обязательно дополнять все это красивыми вывезами, а лучше изделиями. Но для этого нужно много времени. А я на этом с вами прощаюсь. Всех целую. С вами была Наташа. Пока-пока.